МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас построено два. Ключи добровы, туррепортаж Вероники Цверко. Быть на поготове. Дорожники в области перешли на зимовый вариант празы. Установили для защиты от крупных снегопадов, щиты. Открытая пляцовка. Больше за 160 спортивных объектов уменьшены. Все лето пропонуют же парам и гостям в области, а к ты уме зимово от подшинок. Одинная умова с прояльной надворья. У нас есть четыре ледовые площадки, которые смогут обеспечить зимние каникулы и школьников, обеспечить доступ населения. Кватерное пытание. Звышь миллиона квадратных метров жилья побудовали сёли-то на Миншине. Гэта лепший показчик Украине. Новоселами у Пуховицким районе стали 147. До новогодних святов тут сдадутся еще 240 кватер. Новые микрорайоны предугледживаются одразу широк в год. Утымлекут дитячие и спортивные пляцовки. Приводятся у парадок и прилеглая территория. Ключи добра будет репортаж Вероники Цверко. Муж Виктории – супрацовник выратовальной службы Пуховицкого района. Семья выховывает две дачки. Поколь старейшая усадку молодшая разом с батьками сочить за ходом ремонта у новой кватеры. Ключи семья отримала месяц тому. Новый год меркуть отцветковать во властном жилле. На веселье мы ждали почти 6 лет. И вот наконец-то оно совершилось. Мы получили долгожданные ключи. Разом с Викторией и ее мужем ключи от новых кватер у этой шматоверховцы отримали еще 59 семья. Усеяны супрацовники державных структур. Отдела по надзвучайных ситуациях, культуры, департаментахов и районного отдела милиции. Есть и лауреат президентской премии. Построили мы буквально за 10 месяцев. У нас поквартирное отопление. У нас стоят в каждой квартире автономные котлы. Мы очень довольны, потому что в каждой квартире у нас дети. 80-90% молодые семьи. Мы сами себе включаем отопление, регулируем. В зависимости от того, что нам будет комфортно каждой семье. У 30 километров от райцентра у поселка Дружиным. Новый микрорайон разрастается на Вачах. За 9 годов будовли тут узвели свыше 40 тысяч квадратных метров. Здесь ведется и завершается строительство трех 80-ти квартирных домов. В декабре мы завершим работу. Это жилищно-строительные кооперативы. Они сформированы один дом из работников завода горного воска, один дом из работников ЖКХ и один дом из нуждающихся улучшений жилищных условий. Уже зараз на этапе будовництва специалисты клопостятся и про инфраструктуру для будущих новоселов. Побер с детячей пляцокой в этом дворе будет и спортивное. Зараз тут устанавливают покрытие. И оно больше безопасное, потому что выконано с перепрацованных угловых шин. Жигары микрорайона смогут заниматься тут волейболом, баскетболом и футболом. Все лето в Пуховицком районе ключи от новых квартир отримали 140 семьев. Планы на наступный год у будовников не меньше амбицийные. На следующий год запланировано тоже 100-квартирный жилой дом по генплану. Их еще здесь будет у нас построено два. Один из них начнем в следующем году. Это уже будут дома, которые построены по госзаказу. И для очереди, которая сформирована в Свисловском сельском совете. За год у центральном регионе сдали свыше миллиона квадратных метров жилля. Это лепший покажчик по краине. Тем не менее, будовников в области чекает напруженная праца. Напереде распроцовка генеральных планов и забудова городов с подорожников столицы. Рынка Цверко, Сергей Курков, Минщина. До незвычайных здареньев огнем пошкоджены 8 помешканья по выросшиванию тялятов на территории молочно-товарной фермы у вёсцы Галабурды Воложинского района. Жилая была своячасовая эвакуирована еще до прибытия подразделений МНС. По терпелых нема причина пожару неосторожная обыходжене за гню. По попередней версии, гэта же причина стала выникам пожару на Лагойшине. Узгарание отбылось на территории неэксплуатованного будинка, який належа у мясцовому предприемству. По мешканья пошкоджены потерпелых нема. Быть на паготове. Дорожники в области перешли на зимовый вариант працы. Специально до сезону усталявали на трасах новые венеральные станции. С их допомогой можно докладно вызначать на дворье. Притым информация про стан покрытия, гололед, снег обновляется кожные две годины. Гэта у свою чаргу допомагает службам оперативно реаговать на змины природы. У зимовый час обслугованием аутодорог Минской области займаются 165 одинок техники. 22 набылось селета. А кроме того, службы заготовали 190 тысяч пяшчанно-соляной сумеси. Во всех районах наладжено круглосуточное дежурство. Мы уже выполнили 11 полных посыпок дорог. Хотя вы видите, погода, только один снежок такой серьезный был. Тем не менее, мы расходовали уже 7 тысяч пяшчанно-соляных смесей. Организовано в каждом филиале ДЭУ дежурство круглосуточной диспетчерской службы. На дорогах расположены 28 дорожно-измерительных станций, которые передают прогноз погоды. Установили на наших дорогах сигнальные вешки для информирования водительского состава. Установили для защиты от крупных снегопадов щиты. И применяем также снегозадерживающую сетку. Реконструкция летних амфитеатра, где у Марьиной горцы, в дождь глядацких мест, усталевали бордюры. После холода территорию целиком забетонируют. Глядацкую залу так само поширать. Летом головная концертная пляцовка частиком становится эпицентром святочных падей. И она умещает около 200 человек. После ремонтных работ места станет на треть больше. Полепшатся и сценичные умовы. Реконструкция данной площадки назревала уже давно. Так как место знаковое, здесь очень часто проводятся разные мероприятия, празднования государственных праздников. Ну, поскольку не хватало посадочных мест, было принято решение ушилить данный летний амфитеатр. На данном этапе закончены 50% работ. При благоприятных условиях мы планируем закончить в апреле месяце. Открытая пляцовка больше за 160 спортивных объектов уменьшены. Селета пропануют же хорам и гостям в области активный зимовый отпочинок. Будут залиты свыше 30 городских и районных катков. А маль 60 хоккейных коробок подрыхтуют 7 сотен лыжных трассов. Усе объекты для массовых занятков физкультурой и спортом открыются при спреяльных умовах на дворе. По колью в районах шакают снега. При кожным одоровленшем комплексе организуют так само ракат коньков и лыжу. Многие районы до сезона обновили ассортимент и размерный рад. Сегодня в области протягивают спрацовать закрытые ледовые пряцовки. У нас есть 4 ледовые площадки, которые смогут обеспечить зимние каникулы и школьников, обеспечить досуг населения. Это в городе Солигорский ледовый дворец, в Молодечно ледовый дворец, в Раубичах есть ледовая площадка и в ноябре ввели в эксплуатацию ледовую площадку в городе Жудино. Количество пар коньков, которые мы предоставим для населения, составит чуть более 7 тысяч пар коньков для всех слоев населения. Количество пар лыж для проката составит чуть более 3 тысяч. Три горнолыжных комплекса, которые работают на территории Минской области, готовы предоставить комплекс услуг при немесовой температуре. Они уже будут вырабатывать снежными пушками снег, который будет обеспечивать скольжение на склонах этих комплексов. И на этом они все.